Это актуальное интервью. Меня зовут Оксана Балон. И сегодня в нашей студии в канун Всероссийского дня скорой помощи. Он отмечается 28 апреля. Главный врач Ноябрьской станции скорой помощи Олег Брезицкий. Олег Владимирович, здравствуйте. Ну и давайте коротко начнем с истории. Когда-то Ноябрьская скорая помощь была отделением. Сегодня она станция скорой медицинской помощи. Вот какова принципиальная разница и есть ли отличия в связи с разницей названия? Ну дело в том, что когда получил статус города, то он начал активно развиваться. То есть росло количество жителей, строили города, другие дома, другие инфраструктуры, центральная городская больница. Естественно увеличилось количество жителей. В связи с тем, что увеличилось количество жителей, то есть отделение стало мало. И в 1982 году Ноябрьское отделение скорой помощи при медсанчасти ННГ получило статус станции скорой помощи, то есть отдельного юридического лица. Но получение этого статуса никак не изменилось на стилях и методах работы. Мы как и работали по скорой и неотложной помощи, то есть оказывали населению города Ноябрьской, независимо от всех принадлежностей, так и оказываем. Единственное, что это, изменились методы лечения, методы диагностики, улучшилось оснащение машин, оснащение бригад, стали другие подходы к некоторым лечениям. Ну достаточно сказать, что мы еще с 2006 года уже работаем по стандартам оказания медицинской помощи, которую предъявил Департамент здравоохранения Ямало-Нецкого округа. Вот давайте как раз о стандартах и поговорим, что это за стандарты и расскажем людям, по какому принципу они работают. Стандарт, это как бы звучит так немножко консервативно, может быть так тяжеловато, да, можно сказать. Но стандарт по своей сути это тот минимум гарантированной помощи, которая необходима данному пациенту в данное время. То есть ни больше, ни меньше, да. То есть это то, ну, при данном состоянии, при данной болезни, естественно. То есть это то, что гарантирует ему сохранение всех необходимых жизненных функций, там, остаться живым, там, заставить его в больницу, там, или, ну, и так дальше, оставить дома. То есть вот что такое стандарт сам по себе, да. То есть это тот минимум, который позволяет человеку остаться живым. Ну, скажите, вот есть два понимания, да, вот две составляющие – скорая и неотложная медицинская помощь. Вот здесь есть разница в двух этих понятиях? Если да, то принципиальная и какая? Разница в скорой и неотложной помощи, она более, больше касается пациентов, там, скажем, да, чем самих врачей. Потому что заболевание, оно и есть заболевание. Но разница – это принципиально по некоторым таким базовым критериям, да, это время оказания помощи, время доезда и срочность выезда. Потому что неотложная помощь – это помощь, которая оказывается пациенту при состояниях, которые не угрожают его жизни. Не угрожают. Не угрожают жизни. То есть у вас грипп, у вас температура, да, но вы сами можете там или взять такси, или попросить мужа, там, соседа, там, доехать до больницы, да, или у вас там, ну, не у вас, извините, там, у пациента, там, хронический холецистит, его опять прихватил, да, то есть скорая к нему приедет. Но скорая к нему приедет, там, возможно, как положено, но не то, что как положено, возможно, в установленные промежутки времени через 20 минут, а возможно, например, через час, потому что бывают случаи, когда именно наступает скорая помощь. А вот скорая помощь оказывается в случаях, которые непосредственно угрожают жизни пациента. И оказывается незамедлительная. Это ДТП, это инфаркты миокарда, это травмы на производстве, это острые отравления. То есть, объясняю по-простому. У вас температура, вы позвонили на скорую, и вам сказали, что скорая выехала. Но в этот момент раздается второй звонок, и говорят, что на перекрестке мира советской ДТП, там, двое пострадавших. Скорая, естественно, сразу разворачивается в сторону перекрестка, потому что это логически и жизненно необходимо, потому что никто еще не отменил золотого часа, в течение которого нужно оказать помощь. Ну, здесь тоже бы хотелось сказать, что вот я слышала неоднократно, бывают такие ситуации, что называются такие вот ложные вызовы, либо вызовы с каким-то там, я не знаю, умыслом. Есть такие ситуации? То есть, если да, вот приведите пример, может быть, есть смысл обратиться к людям, что нельзя этого делать, каждая минута, каждая секунда на счету? Да, действительно, последнее время, не знаю, в силу каких, наверное, экономических, а может быть и моральных, наверное, в первую очередь, тоже причин, то есть, у нас участились вызовы, то есть, ложные вызовы, то есть, это вызовы, называется вызовы без повода, которые, во-первых, не оплачиваются, но это еще полбеды, они отвлекают силы и средства скорой. То есть, это человек вызвал скорую для того, чтобы померить давление, потому что у него поломался, видите, литонометр, ему кажется, что повышенное давление. Да, хороший повод вызвать скорую, там, ну, чего ж нет, давление померить, да. Или загулявшие люди, которые не хотят или платить за такси, могут вызвать скорую для того, чтобы их довезли. То есть, сидят где-то в компании или в ресторане, и вместо такси вызывают скорую? Да, ну, вызывают человеку плохо, мы приезжаем, ну, человеку, там, вроде и неплохо, ну, вроде как и плохо по другой причине. Ну, естественно, уже в больницу его не повезешь, естественно, отвозим человека домой. Жена в это время его так сопровождает очень даже вверх. То есть, даже такие случаи, да? Давайте вот о чем поговорим. Ходят разговоры в СМИ и среди людей о том, что совсем скоро или уже чуть ли не сейчас, а услуги скорой медицинской помощи будут платными или таковой уже есть. Так ли это на самом деле? Да, вопрос очень интересный. Все слышали, все видят, там, и платные услуги, там, и все остальное. Так, я хочу обратиться, опять же, к жителям города Ноябск и сказать, что скорая медицинская помощь Российской Федерации оказывается бесплатно на основании Конституции Российской Федерации. То есть, пока не поменяется Конституция Российской Федерации, все останется на своих местах. То, что изменилось, там, источники финансирования скорой, там, у нас идет внутренняя организация, там, и так дальше, ну, это совершенно другие вещи. Скорая помощь к вам выйдет в любом случае. Есть у вас при себе паспорт, нету паспорта, есть полис, нету полиса. Только думайте, зачем и когда вызывать эту скорую. Вот такой еще вопрос у меня к вам. Вот скажите, ну, вот нередко бывает, что обвиняют люди, сами пациенты, говорят о том, что вот вызвали, да, скорая там, неправильно мне ответили, не так меня поняли, не так давно была у нас ситуация, помните, да, такая нашумевшая, скандальная достаточно, с девочкой, тогда и дело было возбуждено, и говорили о том, что там и записи, возможно, какие-то подделали. Вот скажите, вот та запись, да, вот поступил к вам звонок, это фиксируется где-то, этот разговор, время и так далее. Можно ли как-то там смонтировать, удалить и что-то вот в этом плане? Как работа у вас ведется? Наша программа АДИС называется, автоматический диспетчер, она уже у нас работает более 20 лет, и она не, значит, не позволяет, то есть, влезть в графу там пациента, так называемую, да, то есть, с момента того, как поднял трубку диспетчер, начинается вестись запись, и запись ведется на жесткий диск, то есть, там записывается все, что говорит пациент, как, что отвечает диспетчер, какой повод, то есть, там, не раз у нас органы следствия запрашивали эти записи, и вполне остались довольны. Стереть оттуда что-либо просто не имеет смысла, потому что, если есть вызов 101, 102, там, допустим, и вдруг нету 103, а дальше пошел 105, 106, это, ну, как бы сказать, белыми нитками шито, что эта запись стерта, правильно? Ну, логично. Ну, так что, а как можно подделать запись? И вклинить ее в жесткий диск, то есть, задним числом, я лично не представляю. Нет, возможно, есть какие-то хакеры, умельцы, но, поверьте, у наших диспетчеров, то есть, намного больше, там, своих прямых обязанностей, чтобы, чем стирать записи, это раз. А второе, что я хотел сказать, что на нашем сайте есть правило вызову скорой помощи, что вы не думали, что к вам придирались, там очень четко, ясно написано, какие вопросы вам задаст диспетчер, и на какие вопросы вы должны ответить. то есть, самое главное, повод вызова, там, что болит, да, когда заболели, и потом пошло фамилия, имя, отчество, да, то есть, адрес вызова, то есть, куда ехать, да, то есть, да вот у меня соседка, да никого не интересует, соседка или не соседка, вы мне скажите, Дзержинского, 12, квартира, 45, третий подъезд направо, вот это ответ. Ну, коль мы заговорили о сайте, давайте тогда скажем и о телефонах, в первую очередь, вот касаемо сотовой связи, как позвонить, вызвать скорую, не у всех это получается? Значит, касаемо сотовой связи, значит, даже без сотовой, то есть, у нас 4 выделенных линии на 2 диспетчера, 4 выделенных линии, то есть, не дозвониться, это просто, ну, бывает, конечно, времена пик, вот, дозвониться нельзя. Переходим на сотовую связь, с МТС набирается 0,03, с Мегафона или с Билайна набирается 0,30. Тоже выход на диспетчеры, это особенно касается, там, ну, при участии на улице или, там, дорожно-транспортных происшествий, запомните, МТС 0,03, а Мегафон и Билайна 0,30. Тогда о достижениях в канун празднования, чем больше всего гордитесь, что отмечаете в своей работе, в коллективе, в сотрудниках? Я очень сильно горжусь своим коллективом, я очень сильно горжусь теми людьми, которые работают вместе со мной, потому что, во-первых, получился очень неплохой коллектив в плане кадрового состава. Это костяк составляет, там, до 50% люди, которые проработали уже 15-20 лет, то есть составе скорой помощи, и 40% у нас люди, там, которые проработали 10, там, и меньше лет, да, то есть и там 10% это молодые специалисты до 3 лет. Ну, то есть, как бы, все нормально. Брать фельдшерамы, мы обеспечены полностью, врачей у нас, ну, немножечко не хватает, да, то есть это, конечно, проблема. Проблема такая, ну, опять же, местного масштаба, но мы надеемся, что есть зарплата и все, и, как бы, будем рады, если врачи на скорую придут. А достижение, значит, я могу сказать, что в 2006 и 2007 году станция скорой помощи получила грамоту правительства Российской Федерации как организация высокой социальной эффективности. В 2012 году станция скорой помощи города Ноябска включена в реестр ведущие учреждения здравоохранения Российской Федерации. И одно из самых больших достижений, это то же, что мы в 2012 году заняли почетное третье место среди, на конкурсе профессиональных фельдшерских бригад скорой помощи Уральского федерального округа. Ну, вот такие у нас... Ну, достаточно серьезные награды, достижения. Ну, и хотелось бы сейчас, в канун профессионального праздника, чтобы вы поздравили своих коллег, свой коллектив. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники станции скорой помощи, все наши достижения, все наши будущие достижения, это прямой ваш труд и прямой вклад в наше общее дело. И лично я хочу вас поздравить за ваше милосердие, вашу чуткость, ваше благородство, за ваши действительно золотые руки. В канун праздника я хочу пожелать вам счастья и здоровья. Это самое главное. Также я хочу поздравить жителей нашего города с большими предстоящими праздниками. Это 9 мая, День Победы, и Пасха. Будьте нам здоровы. Счастья вам. Мы тоже вас поздравляем со всеми предстоящими праздниками. Всего вам хорошего, вам и вашему коллективу. Уважаемые телезрители, а я напоминаю вам, что сегодня в нашей студии было отвечал на вопросы главный врач Ноябрьской станции скорой помощи Олег Брезицкий. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин